друзья товарищи привет сегодня видео про был автомобильный рынок аль авир это самый большой авторынок на территории эмиратов здесь продаются буш на так новые автомобили разнообразие от и до там и какая-то toyota будут японские бренды даже китайские бренды есть audi есть премиалка rose-royce и прочее продаются как новые так и буш на автомобиле друзья в общем большое видео с нюансами с какими-то фишками то что в машинах некоторых нету печек некоторые машины стоят дороже дешевле как их провозить как они таможатся как их выбирать как их здесь проверяют возможно ли скрутка пробега все в этом видео расскажу посаживайтесь поудобнее заварите чайка погнали смотри тачки допустим вот bx7 которых еще недавно не было в дубай они были только в америке это надо было заплатить примерно там 10000 долларов чтобы купить bx7 опять же на бензиновая дизелей не найти интересно строжка продается но на номерах нет это скорее всего сотрудникова там и продолжаются бэйхи почему-то много x5 но нету их шестых из хайлюкса какие-то у нас 274 воды четырех литровые вот такие конечно очень бы пользоваться популярностью даже на правом руле но к сожалению японии только 24 дизель здесь все-таки есть и 24 и 27 все что хочешь 4 литра друзья прикольная картина смотрите volkswagen cross приехал из китая и он электрический вот он заряжается сейчас у ребят здесь наверно не продается это все-таки тачка кого-то из салона так но рубиконов здесь просто пруд пруди очень популярная машина их здесь очень много ездит даже есть построенные на хороших колесах на лебедках даже я видел наверное это заводский потому что я не знаю зачем здесь лебедки вот рамы стоят вот вот это уже интересно но это не 3x и хочется 6 и 2 на 712 сил посмотреть вот продаются ровчики ровчики бушные по-любому цена у них интересная вот еще еще один но это не рубик а в пикапе да прикольно гладиатор я даже у нас таких не видел такой вот гелик на карбоне весь очень круто построен тоже бушный он посмотрите кого я нашел лансера эволюшина да на коробке на левом руле наверно он привезен сюда с америки старичок дубай очень любит вообще эмираты очень любят красивые тачки мощные мощных моторах поэтому здесь очень много купе и всяких челленджеров джетти континента вот посмотрите пара корветов стоит тоже еще одна бентли джетишка бэйхим 5 в общем все красивое здесь продается такой вот лексус новенький да наверное хотя нет на рачку смотрите здесь на очень многие машины нету цен потому что смысл какой а ты заходишь в салон узнать цену и тебе о хэллоу бро там кофе чай какая-то тачка нужно давай сделаю скидку тому прочее начинается коммуникация поэтому все машины стоят без цен вот но на некоторые я узнаю о ценах которые нам интересны и ну допустим это те же самые продался какие-то бэхи их 6 7 там прочее потому что по каждой машине спрашивать цену но я просто устану пить кофе общаться рассказывать чем не надо откуда я зачем я приехал так далее вот поэтому ребят по запросу цены обращайтесь по контактам ниже на все тачки мы вам дадим цены которые вас интересуют посмотрите на этого зеленого рубикона зеленого вот такого я не видел дорогах россии вообще ни одного и вот они продаются в эмиратах и он не джесси то есть вероятнее всего него есть печка его можно завести в россию он будет интересен двадцать первый год 22000 пробег на него очень хороший дискон будет и вроде бы тачка блин про внедорожье но я не вижу ни сколов ну то есть он в очень хорошем состоянии то есть не видно какого-то эксплуатации что его убивали рейнджикова пустить целая грядка рейнджиков всяких разных и автобиография здесь есть ну дайте попроще эти спорты спорт двадцать первый год все свежие нового поколения так много вот джеймси chevrolet taho но они опять же на россию не совсем интересные машины я считаю потому что все таки там есть бэхи их 7 мы есть желая с и и по ним спроса больше так вот здесь вот интересная площадка которая продает вот нас встречает джеймси тундра еще одна тундра ландровер пикап тоже построены под грязь это же джимас который в тюнинге ой вот это прикол это прикол джим не полтора литра то есть серо такая вот прикольная машинка можно привести не экономически не имеет абсолютно никакого смысла вести вот эту машину но как постройка как как прикол очень 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 забавно и смешно что даже вот видите фары бампера там крышу спойлер все это сделали налепили и вот получился такой прикол я бы поездил ооо наконец-то красный гей лентваген но я думаю это не заводской покрас мне кажется я могу ошибаться но выглядит как новым такие вот еще гелики все последнего поколения и наверное как и в салонах крутых они все шестьдесят третье ну либо пятьсот пятидесятые ну это вообще шильдики срезаны пятисотый пятисотый а ну кстати ну можно найти даже не шестьдесят третье но трехлитрового дизельного не найти ауди свежая вы посмотрите какой экземпляр продается тоже продается на лебедке но это вот на чем надо ездить по приморью на всякие на всякие пляжи ну колесо мне по пояс я не знаю это даже но это 40 плюс колеса прикольная . вот пожалуйста тундра которые не продаются салонах салону все-таки более гражданские тачки я говорю про официалов тундра которая подножку опускает хорошая quicks 80 но в общем разнообразие очень большое представьте сотни километров машин любых старые серви хонда вот здесь вообще прям старички продаются вот смотрите даже года до написано все равно нету цен нужно спрашивать ладно сейчас найду интересные варианты и вот по ним узнаю цены вот такой вот майбах мерседес в класс старенький а но это он даже прям как лимузин сделан 250 тундра тундра хорошая так идем далее что у нас тут 300 на 3 пятом твин турбомоторе так вот и джей двадцать третьего года новенький опять нету цены смотрите все автомобили они выставлены на местные сайты то есть типа как дрома как авто точка ру и там можно посмотреть абсолютно все то есть не обязательно ходить по рынку и искать что то есть все фотографируется все продается через интернет вот смотрите прадики самые пустые самые простые есть и новенькие 4 литра о интересно 4 литра новый прад на светлом тряпочном салоне то что надо большие джипы любят в эмиратах но все-таки любовь арабов она принадлежит даете красивые свеженький бушный все салоны ориентированы на какой-то свой сегмент вот допустим здесь вот продаются новые шестисотики lx и v-классы и вот вы посмотрите какая грядка вот они террикс и вот они новенькие 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 терриксы черные там есть белый вот вот это уже интересно вот они и вы посмотрите выбор какой то их нету 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 и вот сразу на тебе белый к сожалению нет террикс просто рам 1500 рубикон тоже о почему их нету в корее в кузове пикапа очень интересно так опачки это опять тот самый крузак пикап который был официал новый продался так сейчас пойду узнавать сколько стоит рейкс так ну смотрите двадцать третий год я узнал стоит 124 тысячи долларов абсолютно новый и будет вывезен без каких-либо там дополнительных платежей все остается только логистика то есть его чистая себестоимость там грубо говоря 10 миллионов рублей плюс его еще провести там ну там в зависимости от года от цвета потому что есть еще цвет как он звать грик это что-то какой-то мутно мутно серый между коричневым грик такие тачки там будут заходить там 12-13 миллионов в россию вот рейкс очень интересно и кто хочет там не хочет себе раптора и кто знает вообще что за машина вот welcome на рынок дубая подберем вам есть как новое есть и б.у. вот посмотрите вы посмотрите какие заряды стоят вот такие вот красавчики на бамперах зачем вопрос зачем лебедка варн красный стилевый колеса вообще очень грамотно построен канистры лифт стойки айронмены вообще просто стиль вот это стиль вот это построил посмотрите как продоз построен он по-любому 4 литровый задний бампер и мне кажется эта постройка так как я вижу это все все новенькая все бампера новенькие у него ни сколов ничего нету то есть это постройка конкретно для продажи то есть он даже не катался мне кажется в этом тюнинге свет все грамотно построена фара посмотрите блин очень круто сделан он по-любому 4 литровый притонирован все сел поехал в багажничек все как аккуратно сделано вот красавчики вот сразу понимают что нужно строить для продажи все покупаешь в россию и тебе вообще не надо ничем заморачиваться у тебя стоит даже тоже топовая лебедка варн вообще класс я в восторге вот вот эти две тачки прямо подняли мне настроение друзья еще прошу обратить внимание то что у него еще и палатка сверху сделано у него и тент откидной ну вообще просто просто бомбический пикап очень круто вот вот такого сразу покупаешь все тебе не надо заморачиваться строить ничего ты сразу можешь вот прям начинать сезон смотрите патрол построенный продается на номерах у него бампер аэрб у него лебедка свет колеса лифт там еще там доработки есть очень интересно я не понимаю зачем зачем он нужен наверное ездить все таки по песку а лебедка просто цепляться за других участников поездки то есть чтобы где-то выбраться больше тут деревьев то нету ну короче пальма найти в пустыне нереально друзья пока отдыхаю в теньке хочу вам рассказать одну из фишек которая есть на территории эмиратов при покупке автомобилей здесь есть автомобили которые собраны под эмираты а есть автомобиль которые собраны для там рынка сша канады которые везены в эмираты в какой-либо период своего существования там она год поездил по сша ее привезли сюда покупателям в эмиратах интересны машины которые собраны под эмираты они обозначаются GCC то есть у них светлый салон у них более мощный кондиционер и еще там некоторые фишки по большому счету комплектация ничем не отличается абсолютно то есть там какими-то там отделкой материалами они там технически они не отличаются вот именно вот такие вот фишки прожарут тем самым люди которые живут в эмиратах они не хотят вообще покупать за такие же деньги допустим продается там мерседес е-класс условно он стоит 100 тысяч долларов GCC а вот какой-нибудь американский собранный для сша который не GCC он будет продаваться за 70 тысяч долларов вы представляете разницу это просто из-за того то что кондиционер дует сильнее но когда я тут пообщался с местными ребятами которые покупали там машины не топового класса просто для жизни они говорят кондиционер мы типа покупали вот такие машины бюджетные ну то есть по рынку ниже то есть они собраны для Канады для сша для Европы мы покупаем типа в кузе ну кондиционер работает справа ну то есть точно так же то есть если ты пускаешь в ноги продув то у тебя холодно ногам аж невозможно держать то есть как бы по большому счету это ну можно сказать надуманные какие-то различия вот эти GCC и можно купить какую-нибудь машину ну там мерседес, бмв те машины которые поставляются на разные рынки в том числе на рынок эмиратов то есть можно купить значительно дешевле там на там даже несколько десятков тысяч долларов поэтому эта фишка позволяет нам людям которым не нужен самый мощный кондиционер созданный от мерседеса у нас там тридцатка да в России наверное есть там на юге может быть там чуть больше вот там у нас в Владивостоке это максимум 30 градусная жара и обычный кондиционер полностью справляется вот мы можем для себя в России купить на с очень хорошей скидкой с очень хорошим дисконтом подобные автомобили это одна из фишек покупки бы автомобилей в Эмиратах ребят мне очень нравятся пикапы поэтому я буду снимать их это L200 4WD 2,4 литра дизельки такие вот не трехлитровые и здесь все равно есть суперселект это знаменитая их система которая позволяет ездить на полном приводе на высоких скоростях вот никто еще не смог повторить вот продаются даже вот такие вот так и рядом тут же стоит у нас S 500 новенькая да? нет БУ так идем далее ну то есть машин вообще очень много вот посмотрите даже там Ярис продается бюджетный Форд двадцатого года бушный старый Мерин БЭХА семерка 60 это все у нас бензин 4,4 АВД 6 так в М пакете стилевая стилевая новая БЭХА семерка которых не было еще зимой в Дубае их не было и вот она продается это у нас 740 3 литра задний привод такая вот крошка еще недавно не было только с Америки можно было заказать в Европе они там начали появляться вот и сейчас появились уже здесь так окей там вот что-то бюджетное продается сейчас еще посмотрим бюджетные машины потому что топового сегмента хватает хочу найти какой-то бюджет который будет более менее интересен на Россию вот допустим это вангвард праворульный ё-моё но он так как они продают еще там на рынке Африки на ближний восток на восточную западную Европу поэтому здесь можно встретить разные машины в том числе праворуки ну конечно вангвард здесь смотрится немножко не к месту что-то с ним делают а пойдем дальше краун! да ладно! реально краун! такой красавчик ну во! вот это уже наш сегмент пошел правда он только на запчасти если на Россию его рассматривать ребят кстати говоря я на дорогах не видел ни одного Prius и вот здесь вот леворульный стоит Prius 50 Pajero вот он кстати говоря который интересен какая-то Honda это что-то не знаю вот 19 года Nissan что это? центра 1.6 но она не интересная так ну и вот пошли всякие бюджетники вот тут вот ребята более менее бюджетом занимаются там Q7, Q8 по ценник написан 22 год Q8 на бензине новая 8 километров пробег цена не указана вот на них такой был бум что в Корее они просто кончились так так 350 лексусы кстати видно по фаре что это у нас рестайл двадцать первого года так это у нас RX 450 H тоже рестайловый двадцать второго года 15 тысяч километров темно-синий цвет светлый салон печка у него будет даже если он GCC 450 H так рейнджики ой вообще вот этих тачек рейнджиков очень много вот посмотрите CR-V 22 года новая так интересно на каком моторе продается интересно гибридные здесь есть нету АВД было в Академите к сожалению непонятно что у нее за мотор было бы очень интересно тоже 22 года 14 тысяч пробег я сомневаюсь что они сюда поставляли 2 литра гибрид так пара патролов шестнадцатый год там 160 тысяч пробег GLC еще одна Honda двадцатого года 50 тысяч пробег сервис спорт двадцать первого года двадцать шесть тысяч пробег вот эти машины с очень хорошим дисконтом продаются спорт АВД нет они они не гибриды гибридов вероятнее всего здесь нету вот Honda Pilot они не особо интересны на Россию не знаю почему их что-то не полюбили в России так RX 350 комплектация F Sport стоит ли их везти RX из Эмиратов ну видите с количеством запросов на правый руль мне хочется сказать нет но все-таки они едут на европейскую часть России вот потому что там едет из Европы много что едет из Эмиратов и просто мы живем локально на Дальнем Востоке и нам кажется то что новый RX надо брать праворульный зачем покупать левую руль везти из Эмиратов там логистика в два раза дольше но леворукие везут даже представлены старые американцы их вот здесь покупают больше для аренды салоны которые занимаются интересными тачками которые сдают их в аренду вот они покупают вот такие вот американские тачки очень здоровые к сожалению в России у нас очень мало таких было бы классно видеть на дорогах хайлюксы 2.7 задний привод фургончики вы видите вообще вот вон ту машину ну это просто это эксклюзив мягко сказано и здесь такого очень много не ну вон та конечно меня поражает как вы уже поняли продаются на одной площадке и БУ и китайцы и японцы вот допустим бронко 2.7 литра 4 на 4 продан хорошая тачка так вот RX у нас стоит 350 тоже новенький так мы уже видели так смотрите продаются вот такие вот китайцы то есть их забастит как серый импорт вот такие вот ой вообще очень очень стилево очень круто это электрокары стоит продаются вот эти вообще в мате вообще класс так что тут у нас еще ауди даже крета так что у нас тут еще из интересного в класс майбах GX460 50 вот их парочка штук так 2.6 рейнджи гелик тундра вау 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 вот эта постройка хорошая на грязевых колесах это какая-то у нас комплектация на подножке не электронной ну вот вот это уже серьезно там красный руль но это что-то что-то уже комплектуха какая-то красавчики продают вот в общем есть построены машины уже сразу же там трехсотка шестисотые в общем разные машины там допустим вот целые с двухлитровый купе был на соответственно лембре во RX наконец-таки рестайл встретил рафчик ой нет 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 это ж не рафчик это у нас по-моему Ярис кросс если я не ошибаюсь это Королла кросс Ярис чуть поменьше в общем сейчас очень похоже Highlander гибридный Highlander там китайцы Camry Audi гелики в общем есть все трехсотка трехсотка что похоже на ВИЦА продается это что-то 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 это какая-то КИЯ так вот видите вот здесь вот новая Тойота АвтоВижн называется это вообще на лебедке завода красавчик ну-ка что там вообще за информация двадцать второй год только на экспорт новый сразу на лебедке с завода а вот в салоне стоял без лебедки четыре литра ну на один Джерри классная тачка трехсотики так что тут у нас всякие бюджетники машины вот Сусуки какие-то я даже не знаю таких это везель обновленный GX 300 ой в общем все что твоей душе угодно здесь можно найти тундра а это секоя извините не посмотрел то что это не пикап а по морде подумал что это такая оранжевая sequoia в комплектации TRD прикольно прикольно volkswagen кросс тоже китайцы травчики hylax новенький новенький такой в самой бюджетной комплектации наверное 2.7 мотор потому что он самый базовый а это 2.4 здесь 2.4 в общем дизель это самая базовая техническая компоновка в общем тут просто тут я не знаю это как большой гипермаркет где ты ходишь и просто можешь вообще вот просто ходить весь день смотреть сравнивать выбирать ребят спрятался под пальму и наверное я думал то что я один хожу по этому рынку по 42 градусной жаре но вот сейчас пара китайцев вот изучают смотрят машины всякие тойоты наверное живут в эмиратах и вот выбирают себе какую-либо тачку вообще на дорогах очень много европейцев за рулем понятно там десятки процентов это просто арендованные машины люди просто в отпуске по делам работают и арендуют машины но также многое живет и также там получают права эмиратские если они резиденты то они обязаны получить права и по международным они не могут ездить и покупают себе автомобили также новые очень много европейцев было в салонах с новыми автомобилями и в японских и в европейских тачках люди покупают ну потому что сейчас Дубай центр мира и по машинам это тоже можно сделать такой же вывод то что как вы видите есть все вообще абсолютно все и какая-то коммерческая техника и интересные построенные варианты на грязевых колесах это вообще я так был рад встретить эти машины мне прям подняли настроение рубиконы продосы хай люкс тот красный заряженный с палаткой очень прикольно сейчас вот стоит какой-то маленький шевролет маленький шевролет который тоже продается я не знаю может быть за 2000 долларов ребят в общем просто невозможно находиться здесь чтобы обойти рынок чтобы посмотреть варианты которые тебе интересны допустим те же самые прада тебе потребуется два-три дня поэтому я вот походил поснимал я не добрался до строительной техники тут продаются еще всякие трактора грузовики мне хотелось посмотреть на их состояние вообще что за грузики это японские грузики какие-нибудь Mazda Titan Mitsubishi Counter либо это может быть китайские грузовики везти в Россию не имеет смысла это просто хотелось глянуть просто невозможно по такой жаре просто ходить искать к сожалению в общем для русского человека вот эта вот жара она просто не переносила китайцы он смотрю ходит вообще нормально без кепок даже не удивлюсь если не намазанный SPF ребят в общем какой вывод машины всякие разные японцы американцы европейцы даже китайцы есть интересные ввезенные определенный процент тачек он интересен это допустим это все тойоты все лексусы интересно ну такого от среднего и к топовому сегменту интересные американцы интересные какие-то купе GT Continental какие-нибудь Challenger Camaro который кстати я не встретил но они здесь есть потому что их хватает на сайтах по продаже автомобилей там внизу будут ссылочки можете сами посмотреть что за вообще что продается там простые фильтры типа как дрома нашего ребят смотрите на машинах не написаны цены поэтому я узнал там цены на TRX я узнал сколько продается трехсотка она продается на двадцать тысяч ниже чем она продается официально ну кстати двадцать тысяч это тоже нормально по ну как скидка то есть купить все равно гарантии не будет поэтому то что ты купишь себе нового продоса хоть в официальном салоне в эмиратах хоть здесь на Аль-Авире без разницы у тебя все равно гарантии в России не будет вот поэтому хотя бы какую-то скидку там двадцать тысяч получить это уже круто для продоса это хорошая скидка ребят в общем машин очень много разнообразных вообще выбрать можно все завозится все едет в Иран едет по Каспийскому морю заходит в Казахстан растамаживается заезжает в Россию есть авиадоставка то есть если у вас машина какая-то дорогая это не RX 350 это что-то вот прям эксклюзивно дорогое это какие-то спорткары это ну хотя бы там что-то хотя бы стоящее там больше ста тысяч долларов тогда имеет смысл рассмотреть заплатить там чуть больше 20 тысяч долларов за авиадоставку машина прилетит в Алматы растаможится и поедет в Россию и буквально это займет всего 5 дней нежели доставка автовозом и по морю до порта октау все автомобили которые вы увидели в этом видео те которые на левом руле но не попали в это видео не попали возможно вообще в серию видосов из Арабских Эмиратов вы можете по контактам ниже под этим видео написать вашу заявку написать какой год что вас интересует сколько стоит мы вам дадим альтернативные еще варианты из Китая из Кореи из США из Европы мир не сошелся на одних эмиратах потому что допустим мерседесы бмв они все-таки дешевле стоят в Европе какие-то допустим американцы они стоят в эмиратах дешевле допустим есть американские тачки которые дешевле стоят США но там доставка где-то плюс еще полтора месяца люди не готовы ждать и готовы переплатить там двести триста четыреста пятьсот тысяч рублей и завести там машину не за десять миллионов а за десять пятьсот но она будет из Дубая ребят в общем все вопросы задавайте менеджерам по контактам которые указаны ниже ребят напишите ваши комментарии вообще чем отличается рынок эмиратов может быть ездили на чем-то делали сделки купли продажи машин в эмиратах будет очень интересно послушать ваш опыт возможно вы купили эмиратскую тачку и у вас там допустим не было печки или там ну какие-то прикольные истории жду вас внизу поставьте лайк подпишитесь на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля